Вот уже четвёртый год подряд в канун Дня Победы в Ставрополе проходит акция «Концерт у дома ветерана». Квартирам участников Великой Отечественной войны приезжает творческая бригада, которая даёт небольшое выступление прямо у подъезда жилого дома. Мы сами понимаем, сейчас нашим ветеранам почти всем за 90. И безусловно, вот такие мероприятия, когда они не могут выйти из дома или посетить такие массовые мероприятия, мероприятия такого характера, они очень актуальны. И, конечно же, когда они это видят, безусловно, это поднимает их боевой дух и даёт силы к жизни, к дальнейшей жизни и жизненной энергии, как говорится, дальше нас радовать, дальше с нами находиться и наставлять, поддерживать. По инициативе Совета ветеранов Управления разварки по Ставропольскому краю, наша ветеранская организация уже в четвёртый раз проводит праздничные мероприятия, посвящённые Дню Великой Победы в городе Ставрополь. Ульянченко Иван Иванович поддержал нашу инициативу, и мы работаем в этот день только для ветеранов. Поздравляем их с Днём Великой Победы, вручаем подарки, продуктовые наборы. Концерт у Дома ветерана – это ежегодная патриотическая акция. И ещё один повод сказать всем ветеранам спасибо. В этом году к ней присоединился творческий коллектив курсантов Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД. Они совместно с Краевым управлением Росгвардии исполнили для ветеранов их любимые песни военных лет. ПОЮТ НА ИВАННОМ ЯЗЫКЕ Это уже стало традицией. Он ждёт всегда, когда пригласят, когда придут, поздравят его. Поэтому отдать должное поздравляет и от губернатора, от главы города. Совет района постоянно поддерживает связь, регулярно звонят, спрашивают, как состояние, как здоровье. А он, я скажу так, кое-где иногда меня учит. Во всяком случае, то, что было когда-то, где он служил, как служил, помнит всё. Порадоваться концертом во дворах помимо ветеранов также смогли соседи и прохожие. Ведь такое песенное сопровождение не только дань уважения героям войны, но и память для многих поколений. Никита Лукьянченко, Вячеслав Юшкевич, АТВ Ставрополь.